Всем большой привет! Рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня очередное меню для нашей семьи. На завтрак решила сделать оладушки и заодно посчитать сколько же ингредиентов у меня уйдет. Поэтому все взвешиваю на весах, точные пропорции все укажу внизу под видео. Кефир я подогрела до теплого состояния, добавляю соль, сахар по вкусу и постепенно начинаю вводить муку. Сначала добавила 100 граммов, все перемешала, затем добавила еще где-то 100 граммов. Но вообще смотрите по консистенции, она должна быть как густая сметана. Далее в конце добавляю чайную ложку соды, все хорошо перемешиваю и оставляю тесто буквально на 10 минут, чтобы оно постояло. Больше уже не перемешиваю, разогреваю сковороду, наливаю растительное масло и выкладываю порциями наши будущие оладушки. Жарю на огне чуть ниже среднего, в конце минутки на 2 накрываю крышкой, чтобы они пропарились. Ну и в принципе все готово, подавать можно с чем угодно. Сегодня у нас сгущёнка, вот такой вот у нас завтрак, также у нас был чай с сахаром. Ну и вот такие вот оладушки получаются в разломе. На обед буду готовить суп рассольник, здесь у меня 2 свиные косточки, заливаю их холодной водой и ставлю вариться часа на полтора. За это время подготавливаю все ингредиенты, мне потребуется только картофель, почистила, нарезала кубиками и буду использовать свою домашнюю заготовку. Здесь у меня рассольник со всеми овощами, специями, так что ничего кроме чистки и нарезки картофеля мне не понадобится. Бульон я уже процедила, отправила сюда картофель, посолила, отправляю мяско, которое удалось добыть с косточки. И после того, как картофель станет полностью мягкий, я добавляю заправку, так как она содержит в себе кислоту, нужно, чтобы картофель предварительно хорошо сварился. Даю прокипеть картофелю с заправкой еще 5 минут, затем добавляю зелень, отключаю, накрываю крышкой и даю настояться еще минут 10. И вот такой вот супчик у нас получается. Подаю с хлебушком и горчицей по желанию. Вот такой вот вариант быстрого супчика, который готовится буквально за считанные минуты. Главное, чтобы была готовая заправка. К чаю испечем очень быстрые и вкусные кексы. Можно их печь как-то растительным, так и на сливочном масле. На сливочном, конечно же, будет вкуснее. Разбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли, я добавила ванильную эссенцию, пару капель и сахар. Все это перемешиваем, затем добавляю масло, у меня растительное, и молоко. Все у меня комнатной температуры. Все перемешиваю до однородности. Здесь было немножко орешков грецких, тоже их добавила. Этот шаг можно пропустить, просто они у меня лежали и я их добавила. К муке добавляю разрыхлитель, перемешиваю и далее мучную массу смешиваю с нашей яично-молочной. Перемешиваю все до однородности, получается вот такое вот тесто. Далее беру формочки, у меня бумажные капсулы, и отправляю буквально по 1,5 столовые ложки примерно. Далее отправляем в духовку, разогретую на 180 градусов минут на 25. Готовность, конечно же, проверяйте деревянной шпажкой, либо зубочисткой. Она должна выходить полностью сухая. Остывшие кексики можно посыпать сахарной пудрой, но и ставить чайник, звать всех своих и чаевничать. Вот такие вот кексики получаются на разломе. Также на полдник у меня был готовый домашний йогурт на закваске. Получается он вот такой вот густой, на этот раз подавала со свежим бананом. Вообще можно подавать с чем угодно, хоть с вареньем, хоть с орешками. Вкус у него нейтральный, поэтому любые добавки сюда отлично подойдут. Ну вот такой вот у нас полезный был перекус. Ну и чай с кексиками. На ужин буду делать рыбные котлеты. Такие котлеты получаются очень нежные и сочные. Мне потребуется лук, нарезая кубиком, и мелко нарубая чесночок, обжаривая их на растительном масле до мягкости и золотистости. Затем необходимо немного остудить. Также буду использовать сало здесь 60 граммов. Из рыбы возьму ментай, у меня вот в таких брикетиках здесь 400 граммов. Нарезаю удобными кусочками, параллельно замачиваю пару кусочков хлеба в молоке. И можно приступать к измельчению. Сначала измельчаю сало с рыбой, но затем добавляю уже остывший лук, ну и замоченный хлеб. Немного его отжало от лишней жидкости. Также пропускаю все через мясорубку. Вот такой фарш у нас получается. Его необходимо посолить и поперчить по вкусу, добавить какие-то свои специи. Сюда, кстати, отлично подойдет свежий укроп, например, можете добавить. Я в этот раз не стала. Замешиваем фарш. Можно его хорошо отбить. Яйцо я сюда не добавляю. Фарш пластичный, отлично держит форму. Единственное, отправляю фарш на 30 минут в холодильник, чтобы он немножко настоялся. Ну а затем формую котлетки. Обваливать буду в муке. Можно обваливать в сухарях, тогда корочка будет более хрустящая. Но у меня сегодня мука, поэтому формую, обваливаю и отправляю на сковороды с растительным маслом. Обжариваю по 10 минут на огне ниже среднего до такой вот хрустящей корочки. Дополнительно можно накрыть крышкой и пропарить еще там минут 5-10. Подавать буду сегодня с макаронами, поэтому ставлю кастрюлю с водой кипятиться и отправляю макароны вариться. И вот такой вот ужин у нас сегодня получается. Макароны, рыбная котлета и наша квашеная капуста. Нужно все доедать. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр, хорошего всем настроения и до новых встреч!